Он затопил квартиру, и вот стали туда к нему стучаться, искать его, и все. А он там лежал под завалами, и все на него свалилось, и он там в ванной оказался живой. Пять дней под завалами, без воды и еды. 81-летний дедушка остался жив по воле случая. Пожилой мужчина затопил квартиру ниже, соседи забили тревогу. Постучались к газотворнику, никто не открыл. Полиция, спасатели сняли дверь с петель, а там вещи, отходы, стекла, доски, а под всем этим пожилой человек. В ванной увидели, говорит, труп-то в ванной лежит. Все, к нему подползли, скорая помощь тут ждет, и к нему подползли, а он живой. Голова одна торчит, весь завал на него свалился, там в ванной. Он, похоже, там и спал. Почему он оказался под завалами? Вот это вот, все, что натаскал он туда, на него в ванной все свалилось. А там полностью забита и комната, и кухня, все забито до самого потолка, до самых окон. Из худавшего обезвоженного мужчину экстренно госпитализировали, но долго лечить не стали. Спустя некоторое время пенсионера посадили в такси и отправили обратно, в квартиру. В пятницу его увезли, а через неделю, значит, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, в среду. Мы вот это вызвали в скорую помощь снова, потому что он лежит, он ничего не ест. Я бегаю, его кормлю, через каждый час спрашиваю, как ты себя чувствуешь, а у него ноги еще больше опухли. После общественного резонанса к судьбе одинокого пожилого человека подключилась соцзащита. Отправили в больницу Шинников, сейчас он находится там. Дедушка разговаривает, мы с ним поговорили. Вот предложили ему в дальнейшем, ну то есть, во-первых, я считаю, что ему нужно пролечиться, потому что у него достаточно серьезные диагнозы. Вот, ну и далее ему нужна будет, конечно, помощь и поддержка. Мы ему предложили интернат. Он сказал, что ему нужно подумать, но в целом он не возражает. Сейчас квартиру разбирает клининговая компания, наводит порядок, вывозит килограммы мусора. Соседи рассказали, что дедушка жил затворником, близких родственников у него не было. Я его видел по утрам на рыбалку, когда собирался он несколько лет подряд. Специалисты соцзащиты призывают своевременно сообщать про соседей, которые нуждаются в помощи. Если вы видите человека, который находится в трудной жизненной ситуации, звоните в соцзащиту. Контакты вы видите сейчас на экране. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.